Библейский портал экзегет.ру представляет Наверное, по последствиям да, но не по месту в книге. Грубо говоря, в книге есть предисловие. Вот откуда все это взялось, как Бог и человек нашли вот то положение, в котором они находятся сейчас, как они оказались вот в этом положении. Вот эта история про сотворение мира, про грехопадение, про изгнание из Эдемского сада, про потопное, про то, как новое человечество возникло. А центр книги Бытия, центр вообще всего Ветхого Завета, это договор Бога с человечеством. Бог призывает Авраама, и в 15 главе он заключает с ним договор. Причем не надо думать, что вот только к Аврааму Бог обращался, только его слышал. Мы в 14 главе видели некого Мелхиседека, царя Асалима и священника Бога Вышнего, о котором, собственно, мы ничего не знаем, кроме этого небольшого эпизода, в конце 14 главы Бытия, больше он не появится у нас нигде. Ну, на него будет ссылаться, допустим, послание к евреям, но только вот описывая этот эпизод. То есть там тоже какая-то своя история, которая нам неизвестна. И, может быть, таких историй было много. Но вот авраамические религии, как мы их называем, да, иудаизм, христианство, ислам, они опираются вот ровно на то, что изложено в 15 главе Бытия. Оно стало возможным, потому что Бог сотворил мир. Оно стало необходимым, потому что состоялось грехопадение. И Бог долго перебирал, мы читали вот эту историю, и про Ноев потоп, и про потомков Ноя, перебирал, искал, с кем заключить этот договор. И потом он призвал одного человека и следил какое-то время, вот не бросит ли он призыв Божий, не откажется ли он от него. И когда он его не бросил, тогда он заключил с ним этот договор, который мы еще называем церковнославянским словом «завет». Спустя некоторое время после этих событий, Аврааму было видение, он услышал слова Господа. «Не бойся, Авраам, я твой щит, велика будет твоя награда». Ну, вообще-то он уже говорил ему нечто подобное, даже еще более приятные слова. «А толку-то? Авраам сказал, Господь мой Бог, зачем мне твои дары, если у меня нет детей? Мой дом унаследует сын Мешика, Дамесик или Эзер». Это, очевидно, слуга Авраама, и не очень понятно, как они тут соотносятся. Дамесик — это название города Дамаска, ну, еврейское название, но по-русски звучит точно так же почти. То есть неважно, детей у меня нет, все после моей смерти отойдет моему рабу. Так он и говорит, ты не дал мне детей, все отойдет к моему услуге. Какие благословения, если я ничего не могу передать? Да, вот сегодня, допустим, у нас все более популярное движение Child Free, тогда это было абсолютно немыслимо. Как это я буду наслаждаться жизнью, если после меня мой род не продолжится? И был Авраам у слова Господа. Нет, не он будет твоим наследником, твой наследник будет зачат тобою, твой родной сын. Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему, посмотри на небо, сосчитай звезды, можешь пересчитать их? Таким, сказал Господь, будет и твое потомство. Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Потом это будет для апостола Павла ключевой цитатой. В чем праведность Авраама? Он много постился, молился подробно очень, он помогал людям, он, я не знаю, там, построил много жертвенников, построил, кстати, и помогал, вот, племянника Лота спас, и молился явно много. Про пост, правда, не читаем, но, возможно, и постился. Это не главное, он поверил Богу. Причем поверил не вообще. Легко поверить в Бога, ну, допустить идею, что Господь существует. Даже, допустим, согласиться с какой-то из версий, которая говорит о Боге, там, православная, еще какая-нибудь, ну, принять интеллектуальную схему, или даже обряды начать исполнять, но, вот, согласиться с тем, что у тебя сейчас ничего нету вообще, но у тебя будет невероятно много, и ты живешь так, что ты уже принял вот этот дар, что ты за него уже благодаришь, хотя еще ничего не получил. Может быть, вот это поверить Богу, по-настоящему. То, что вера предполагает, как потом послание к евреям, это назовет уверенность в невидимом. Нам обещано, но не дано, но обещано. И мы принимаем это обещанное, как уже существующее. Господь сказал Авраму, «Я Господь, который привел тебя сюда из ура Халдейского, чтобы отдать эту землю себе во владение». Вот, кстати, еще одна такая же фраза, «отдать эту землю». Он там странствует, он, ну, ладно, своего племянника Лоту он отбил в предыдущей главе, но вокруг много народов, а земля не ему принадлежит. «Господь, Бог мой, — сказал Аврам, — где знак, что эта земля будет моей?» Ну, в конце концов, он просит подтвердить как-то. И Господь сказал, «Приведи мне сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего барана, принеси горлицу и голубя». Аврам привел животных, разрубил их пополам, а половину положил одну против другой. Птиц он разрубать не стал. Слетели стервятники, но Аврам отогнал их. Садилось солнце. «Забытье нашло на Аврама, великий и темный ужас объял его». Вот такое удивительное описание. Аврам заключает договор, видимо, по обрядам того времени, рассекают жертвенное животное и проходят между половинок. Ну, а птицы слишком мелкие, они тоже жертвенные, но их разрубать бессмысленно. И вот он ждет, 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 когда Господь пройдет. Он делает договор так, как он привык его делать с людьми. И его объял великий ужас, то есть какое-то внутреннее состояние, а не внешние жесты. И Господь сказал, «Знаешь, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении, но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут отсюда, уйдут богатыми людьми». 400 лет они будут жить. Как это долго. Они будут в рабстве. Что за обещание? Я хочу сегодня, ну, в крайнем случае, завтра. Легко и просто. А с Богом так не бывает, не торгуются. То есть в конечном итоге все будет хорошо, но все будет непросто. Вот мы часто думаем о том, как не складывается, да? Вот о том, как надо бы по-другому, если вот по-настоящему, по-хорошему. А здесь 400 лет, и еще не от этого момента начиная, а спустя еще какое-то время. А ты с миром отойдешь к предкам, сойдешь в могилу в глубокой старости. Лишь четвертое поколение твоих потомков возвратится сюда, ибо грехи Амареев еще не достигли своей меры. А тебе всего лишь обещана спокойная смерть в преклонные годы. Да, не так уж и много. Хотя тоже многим людям этого не дается. Еще важная деталь, ибо грехи Амареев еще не достигли своей меры. То есть Господь ждет до какого-то предела, да? Вот у них еще есть время измениться, покаяться. У них еще есть время исправить свою жизнь. И пока не исчерпаны все абсолютно миры, вот пока еще есть возможность, что что-то будет по-другому, то Господь их не стирает с лица этой земли. Солнце зашло, и наступила тьма. Тогда и вились и прошли меж рассещенными животными, жаровни дымящиеся и факел пылающий. То есть вот какой-то огонь во тьме проходит, и это как явление Бога. В тот день Господь заключил с Авраамом договор и отдаю твоему потомству всю эту землю от Египетского потока до Великой реки Эфрат, всю землю Кинеев, Кенезеев, Кадманеев, Хетов, Перезеев, Рифаимов, Амариев, Хананеев, Гиргошеев и Евусеев. Пока это только обещание земли, которая будет через много-много лет, даже несколько веков отдана Аврааму, но для Авраама это уже достаточно. А между прочим, у него еще нет сына. Как это его потомки заселят всю эту землю, если его потомков ноль? С этим надо что-то делать. В 16 главе он попробует. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова